Приветствую вас, аноним. Давайте разберем ваш вопрос. Вы говорите о том, что у вас навязчивые мысли о конкурентах. Вы все время думаете о том, что вы с кем-то конкурируете, что вы с кем-то боретесь, с кем-то соревнуетесь и прочее-прочее. В большом счету, говоря о конкурентах, речь практически всегда идет о сравнивании себя. Я, ну, с другими людьми, вот значит, такая вот история. То есть, вы бы сравнивали себя с кем-то. И, соответственно, нужно определить, почему вы сравнивали себя с кем-то. Для чего вы сравнивали себя с кем-то? Что мотивирует вас сравнивать себя с кем-то? Как правило, он сравнивает себя с кем-то люди, которые обесценивают себя, которые не уверены в себе. Есть и другой момент, это то, что такие люди боятся проиграть. То есть вот для них, в частности для вас, неприемлема история о том, чтобы проиграть. Неприемлема история о том, чтобы оказаться в проигрыше. То есть вы играете, вы ревнуетесь, вы равняетесь силами, но вы очевидно не занимаетесь тем, что вам нравится. То есть вы не следуете такой вот, если можно так выразиться, эмоциональной истории своей, духовной, духовной истории своей, своей. А вы ориентируетесь на, вот, сравнивание себя с другими и на попытку что-то доказать. Ну там и что, конкуренция это всегда именно желание что-то доказать, желание добиться. Здесь, конечно, есть еще страхи. А страхи зачастую такого типа, что я могу что-то потерять. Например, потерять работу, место, звание. Ну короче, какие-то вот привилегии, да. И это проистекает из, с одной стороны, замещения всеми этими регалиями ценности человека, для самого человека. А с другой стороны, из-за крайне ошибочного мнения, что это все вам принадлежит. На самом деле нет, потому что все это можно всегда улучшить, все это можно всегда утроить, удвоить и так далее. Вот. И то, что можно утроить и удвоить, в принципе, является бесконечным и бессмысленным. Тогда как цена самого человека, она статична, она постоянно, но не каждый ее видит. Вот. И механизм навязчивости, который вы описываете, по факту выбрал конкурентов, как предмет реализации ваших основных проблем. Проявляющиеся в страхах, вот, в том, чего вы боитесь, в том, чего вы хотите и в том, что вас задевает. Ну, например, например, вот мы здесь на сайте работаем и, в общем-то, у нас есть определенное конкурентство. Потому что вы можете выбрать мой лучший ответ, но мой ответ лучшим и можете выбрать лучшим ответ другого человека. Это конкуренция. Но, понимаете, бояться конкуренции значит пытаться, во-первых, дискредитировать конкурентов. Во-вторых, пытаться максимально понравиться вам, как тому, кто определяет, победил я конкуренции или нет. Честно говоря, если бы я лично занимался бы этими двумя вещами, то, наверное, не смог бы раскрыть вам тех проблем, которые, я считаю, у вас есть. Потому что очень часто мне приходится говорить людям то, что не нравится им. И вред ли это располагать к себе, особенно если человек хочет, чтобы ему говорили только хорошее. и прочее, вот. Поэтому, дело не в том, что где-то есть конкуренты, а не где-то всегда. А дело в том, чтобы вы просто шли своим путем и добились ровно того, чего вы можете добиться. Потому что никак это не зависит от факта наличия конкуренции. Да. То есть, все гениальные люди, талантливые люди, они так или иначе о себе заявляют. Самый странный. От этого не убежать. И никакие конкуренты ничего сделать там не могут. Ну, кроме, понятно, физического воздействия. Но до физического воздействия, я надеюсь, у вас не дошло. Ну и само по себе физическое воздействие, это уже не область психологии, это уже область больше, так сказать, закона, да, область правозащиты. Но это все, как бы, лирика в некоторой степени. Самое, что я уверен, что вы сами способны это понять. А вот то, что вы чувствуете, то, что вы опасаетесь, то, чего вы боитесь, то, что для вас важно, вот это, очевидно, создает конфликт. Потому что, понимаете, если человек, к примеру, боится проиграть, он говорит себе примерно следующее. Я не должен проиграть. Я не должен там, не знаю, быть на последнем месте, к примеру. Да. Здесь есть такая философская, с одной стороны, история о том, что тот, кто побеждает, он не становится сильнее. Тот, кто проигрывает, всегда становится сильнее, потому что он сейчас понимает, что есть кто-то лучше и есть куда расти. Есть на кого равняться. А вот победить победителю, победителю равняться не на кого-не на кого. Поэтому победителю быть сложнее гораздо, чем быть проигравшим. Вот. У проигравшего всегда есть задел на будущее. Вот. У проигравшего всегда больше шансов в последующем победить. А у победившего меньше шансов победить в следующий раз. Это с одной стороны. С другой стороны, сама постановка вопросов, что я не должен, ну, не должен проиграть, она звучит, ну, как-то оперативно, принудительно. Да? То есть, по сути, я отрицаю то, что вполне может случиться. Я отрицаю то, что может произойти. Я отрицаю естественный ход вещей. Если я отрицаю естественный ход вещей, то я не нахожусь контакт с реальным миром. Если я не нахожусь контакт с реальным миром, я не живу. То есть, я не живу вот именно своими чувствами, да, своими эмоциями, я не живу. Я думаю о том, что я не должен проиграться, я думаю об этом. Я заставляю себя не проигрывать, я заставляю себя выигрывать постоянно. Но я не живу. И вот отличить должен, вот хочу, очень важно. Потому что хотеть все время выигрывать нельзя. Хотеть выиграть? Ну, в чисто соревновательных мероприятиях, да, можно. Чисто соревновательных. В играх, хотеть выиграть можно. Потому что игры, они, как вы понимаете, из слова образования, они про выигрыш. Или проигрыш. Игры. Но опять же, даже в играх, если есть выигрыш и проигрыш, то и то, и то нормально. И то, и то результат. Поэтому человек, играющий в игру в норме, он просто получает должность игры. Ему не особо важно, проиграет он или выиграет. Это очень важно. Поэтому, вот то, что вы думаете о конкурентах, это история про должность. Это история про заставление себя. Это история про отрыв вас от того, что вам нравится. Это история про не свободу. Это история про попытку подстроиться под других людей и стать идеальным конкурентом для всех остальных. Это история про это. И это тяжело, невыносимо. И изматывает вас именно это. Именно это не свободу. И вы не разобрали свои желания. Для вас, на данном этапе, удовлетворить свои потребности, значит победить конкурентов. Не победить конкурентов, это болезненно. Но почему болезненно? Потому что есть опыт, который вы не усвоите. Вот болезненность, это не усвоенный опыт. Какой? Его нужно найти, этот опыт, который вы не усвоите. Усвоить его, болезненность уйдет и все станет на свои места. Все станет на свои места. Понимаете, есть два типа людей, которые достигли успеха. Но я не думаю, что мне можно и нужно и уместно здесь это говорить. Но я, наверное, все же скажу. Два типа успешных людей. Первый тип успешных людей, это люди, которые просто победили всех конкурентов. Но в которых рано или поздно победят новые, но новые лица. И второй тип успешных людей, это все, которые достигли своих определенных пределов. Которые достигли того, что они могут. Которые просто добились все, чего позволяет им их способности. И это всегда с ними. Вне зависимости от того, что происходит вокруг. Определитесь, каким, каким успешным человеком вы хотите быть. Именно хотите. Есть, мне кажется, совершенно очевидный выбор. Ну, если мы говорим про счастье, то мы говорим про гармонию, если мы говорим про успокоить себя, да. Про доверие себе. Про доверие себе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его открытку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. 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 Продолжение следует...